Мой вам филиппинский привет! Вы смотрите большой выпуск A1 News. С вами Юкля. И сегодня я расскажу вам о самых интересных событиях, случившихся за минувшую неделю. В ближайшие полчаса вы узнаете. Игги-поп удостоился звания самого некрасивого лица в мире шоу-бизнеса. Мьюз снова написали песню для сумерек. Редхот Чили Пепперс возвращаются в студию для работы над новой пластинкой. Участник The Kills создал группу со своей подругой Кейт Мосс. Группу Интерпол покинул басист. Продиджи снова едут в Москву. Сюжет с московской тату-конвенции. Репортаж с концерта американцев Dear Hoof. В июне в Литве пройдет фестиваль Be Together с очень достойными хедлайнерами. Телеканал A1 отправится туда, чтобы рассказывать вам самые сочные подробности о мероприятии. Но некоторые детали грядущего события мы расскажем вам уже сейчас. К нам в гости заглянул Тэм из группы Lumen, чтобы поделиться хорошими новостями. Помимо этого, обо всем самым интересным, найденном на просторах интернета, расскажет Миха в рубрике «Вебнутые». А также A1 продолжает поиск талантов. Новый сервис-блоги на первом альтернативном. Конкурс «Ничего не жалко» для Джеймса Хэтфилда. Игги-поп удостоился звания самого некрасивого лица в мире шоу-бизнеса. К такому выводу пришли посетители ресурса, занимающиеся освещением вопросов пластической хирургии. Целью этого вопроса было определить, чье же лицо можно смело назвать самым безобразным в мире шоу-бизнеса. По мнению более тысячи респондентов, человеком, достойным этого звания, оказался легендарный Игги-поп. Он-то и возглавил рейтинг некрасивых знаменитостей. Далее в списке следуют британская модель Джоди Марш и дизайнер Донателло Версачи. Помимо них в топ-10 списка также вошли бывшая супермодель Дженнис Диккесель, певица Шер, актеры Микки Рурк и Мелани Гриффит. Трудно не согласиться с пресс-секретарем организации, проводившей опрос. Он отметил, грустно, что есть люди, которые на первое место ставят именно внешний вид, а не таланты и достижения человека. С 25 по 27 июня в Литве пройдет фестиваль «Be Together». Это самый близкий к Москве европейский фестиваль с очень достойными хедлайнерами. Телеканал A1 отправится туда, чтобы рассказать вам самые сочные подробности о мероприятии. Но некоторые детали грядущего события стали известны уже сейчас. Смотрим сюжет. Призывы «Be Together» или «Будьте вместе» слышались не раз, но только музыке оказалось под силу эти призывы воплотить в реальность. С 25 по 27 июня в Литве в живописном местечке у старинного замка Норвелишкис уже в четвертый раз состоится фестиваль «Be Together». Это зеленая трава под ногами, это деревья, это чистый воздух, какие-то птицы поют, какие-то охотничьи собаки бегают, замок. Вот на холмик замка сядешь, здесь концерт, все поле народ, и здесь выступают какие-то норвежцы прекрасные в оранжевых комбинезонах. Ну, настоящие нирваны. Все, кто хоть раз был на опен-эйре где-нибудь в Подмосковье, наверняка помнят дикие условия и цены. И в этом вопросе наши соседи оказались душевнее. Захотел принять душ, принял душ в прекрасной чистой душевой кабине. Захотел поесть, за копейки отсюда какого-либо литовского или индийского, или еще какого-нибудь блюда. Вкусное литовское пиво, все улыбаются. Атмосфера на фестивале важна, так же, как и музыка, впрочем. Там всегда что-то интересное из Европы, свежее. Вот вообще ничего не слышал. Пришел их, их уже увидел вживую, а через год прочитал в музыкальной прессе, например. В этом году хейдлайнерами фестиваля заявлены австрийский электронный проект Empire of the Sun, рэпер Руц Манува и возродившийся Сканг Энэнси. Не обойдется и без отечественных представителей. В этом году будет рубль. Из Белоруссии будет Ляпис Трубецкой, Гайдамаки будет с Украины. И я буквально час назад звонил одной московской молодой группе, которая называется Краснознаменная дивизия моей бабушки. И сделал им предложение самоходам туда приехать, Гедрюс их примет, они там выступят. Собственно говоря, с музыкальным туризмом они знакомы. Дай бог, я скрещиваю пальцы, чтобы они туда попали, потому что рубль и Краснознаменная дивизия моей бабушки – это настоящее представление такой хорошей России. Все российские граждане, выезжающие на Bitogethers, могут получить бесплатную шенгенскую визу на пять дней. Кстати, фестиваль проходит в 30 метрах от белорусской границы, что поначалу вызывало опасения. Когда начинали фестивали, власти белорусские и литовские все пасались. Не может быть, надо полиции, армию, да, реально армию приглашали там. Но она уже в третьем году, они ничего не... ну вообще, даже меньше армии этих полицейских уже стало. Люди простые не любят, вот наши посетители не видят, но там буквально в 50 метрах дальше, вот с той стороны Белоруссии, там стоят пограничники с автоматами, там все охраняют, охраняют. Ну и вот первый день никого не видно, что нас охраняет там, вот белорусская сторона. И второй день уже иногда видим, уже ходят солдаты, уже поглядывают, обратно, в лес. На третий день фестиваля выходят, шпурят, все, свобода, дружного рода, разговаривают и общаются. В общем, beat together forever and ever. Red Hot Chili Peppers планирует вернуться в студию уже в июле. По словам барабанщика группы Чеда Смита, у них накопилось так много нового материала, что его хватит как минимум на пару альбомов. Новая пластинка, как и предыдущий диск Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium, будет спродюсирована легендарным бородачом Риком Рубином. Также напомню, что десятый по счету студийный альбом перцев станет первой пластинкой, в работе над которой примет участие новый гитарист Джош Клинхофер. Он заменил Джона Фурчанте, который покинул группу в прошлом году. Первый альтернативный идет в ногу со временем и запускает новый сервис блоги, который заменит устаревшие острова. Для того, чтобы ввести свой блог и комментировать записи других пользователей, совсем не обязательно регистрироваться. Если у тебя уже есть аккаунт ВКонтакте или на сервисах Google, Яндекс, а также Рамблер, достаточно ввести логин и пароль, зарегистрированный на этих сервисах. Новые блоги стали красивее, удобнее и функциональнее. Присоединяйся, делись своим мнением. На днях к нам в гости зашел солист группы «Люмен Дэм». Мы воспользовались ситуацией и расспросили его о завершающемся громадном туре, который охватил сразу 70 городов России и ближнего зарубежья. Впечатления от тура очень приятные. Очень приятные, потому что не знаю в силу каких причин, то ли внутри нас что-то произошло, и безусловно, внутри нас что-то произошло. И совсем по-другому теперь взаимоотношения складываются внутри команды. Плюс там какой-то опыт накопился предыдущих туров. Нам в этом туре было очень легко. Группа «Люмен» завершает тур 21 и 22 мая в Москве и 23 мая в Питере. Перед концертами зрители смогут увидеть фильм под названием «Рекорд мира». В него вошли кадры с записи альбома «Мир в Краснодаре» и интервью с группой. Отсняли 14 часов видео, из которых потом, собственно, выбирали все самое интересное, все то, что нам хотелось показать. Мне очень понравилось, что мы решили снимать интервью, посвященное, вот собственно, этому фильму, которые попали в этот фильм, спустя какое-то время. Уже после того, как мы отъездили часть тура с этой программой, с этим альбомом, когда у нас в голове уже у самих устаканилось. Также на концертах в Москве и Питере все поклонники группы получат возможность приобрести специальное издание альбома «Мир». Кроме, собственно, песен, в него войдут фильм «Рекорд мира», клипы на композиции с альбома, а также иллюстрации к каждой песне. Все, что мы сделали вот для этого внутреннего наполнения, продолжает идею и тему обложки альбома. На завершающих тур-концертах группа представит обновленную программу. Не волнуйтесь, все песни с последнего альбома будут, но в новой интерпретации, а также поклонники смогут услышать кое-что из старенького. Советуем вам не пропускать эти концерты, потому что после них группа уходит на каникулы. О больших планах на осень и будущий год ребята молчат, чтобы задуманное сбылось. Да, мы, пожалуй, передохнем немного и уже вплотную возьмемся за реализацию этих планов. Что ж, пожелаем ребятам удачи и угарного завершения тура. Участник The Kills создал группу со своей подругой Кейт Мосс. В каком стиле будет играть коллектив, пока загадка. Известно только, что Кейт Мосс уже обсуждала с тремя сессионными музыкантами свое видение песен. Мосс неоднократно признавалась, что хотела бы стать рок-звездой, если бы не сделала карьеру модели. Ранее Кейт уже пробовала заменить подиум сценой, подыгрывая на тамбурине Oasis, а также подпевая Primal Scream и своему бывшему бойфренду Питу Дуэрти. Были у модели планы и по поводу The Kills. После появления слухов об уходе вокалистки Эллисон Моссхарт, Кейт тут же изъявила желание занять ее место. Однако в The Kills Эллисон все-таки осталась, а Мосс и ее жениху Джейми Хэнсу пришлось создать отдельную группу. Какую именно роль в ней будет играть Кейт Мосс, пока неизвестно. Внимание! A1 продолжает поиск талантов. Ты любишь музыку и следишь за тем, что происходит в мире. Умеешь писать и главное тебе есть чем поделиться. Тогда отправь новость, которую ты считаешь интересной, нам на адрес newssobaka1tv.ru Если она написана грамотно и информативно, твоя новость обязательно появится в программе A1 News с упоминанием автора. И это еще не все. Если в твоем городе происходят интересные и достойные события, а ты любишь и умеешь снимать фото или видео, и тебе не терпится поделиться информацией, пришли нам свой репортаж или фотоотчет. Достойные материалы непременно попадут в эфир. Автор самой интересной новости по итогам каждой недели будет вознаграждаться подарками от A1. Далее смотри репортаж с прошедшей на днях тату-конвенцией. Меня зовут Арифьев Павел. В миру татуировщиков меня знают как Павел Ангел. Я организатор московского фестиваля татуировки. Вот этого всего безобразия. Съезд татуировщиков или всем известная традиционная тату-конвенция открыла сезон фрик-фестивалей в России. Лучшие мастера из стран СНГ, а также Чехии, Польши, США и Италии предстали перед нашими глазами и представили свои работы. Бонус и главная опция конвенции. То, что каждый пришедший может прямо на месте сделать себе тату, придумать эскиз и даже сделать все это бесплатно, если идея заинтересует мастера. Но ощущения, ощущения, они просто непередаваемые. Нога уже отваливается. Я рекомендую подумать, прежде чем что-то делать другим людям. В рамках шоу мощные байки, куча модифицированных тел, бармен-шоу и известные музыканты, среди которых, например, был замечен Джон Лоутон, бывший вокалист любимцев наших родителей, группы Юрай Хип. Что до конкурсной программы, то более всех отличились мульт и чекай, получившие больше всех наград. В номинации «Орнаментальная татуировка» победил всевечный организатор конвенции Паш Ангел. Привет, я Андрей Алабанов. Я являюсь ведущим четвертого международного тату-фестиваля в Москве. И хочу сказать, что татуировка или тату, это является зеркалом души. Ведь все люди, которые пришли на этот фестиваль, объединены одним – любовью украшать свое тело. Здесь мы все одинаковые, а когда выходим из этого зала, кто-то садится в Бентли, кто-то едет на метро, кто-то просто уходит пешком домой. Но именно здесь, на этом фестивале, мы все одно целое. Те, кто любит татуировку. Группу «Интерпол» покинул басист. Коллеги-музыканты рассказали, что Карлос Дэнглер закончил свою работу над новым альбомом коллектива, однако дальнейшего участия в судьбе «Интерпол» он принимать не будет. Он решил пойти другим путем, пояснили оставшиеся участники группы. Также они добавили, что расстались они друзьями и от всего сердца желают ему счастья и успехов. Между тем, осиротевшие «Интерпол» не унывают. Кандидаты на роль нового басиста уже есть. Правда, кто же из них займет место Дэнглера, пока не уточняется. Кроме того, музыканты готовятся к выпуску своего четвертого по счету альбома. Уже сейчас бесплатно можно послушать новый трек «Лайтс», выложенный самими музыкантами в интернет. Подробности на нашем сайте a1tv.ru в разделе «Музыкальные новости». Автор следующей новости – наша активная телезрительница Нина Жильцова из Одессы. «Мьюз» снова написали песню для «Сумерек». Новая композиция «Мьюз», получившая название «Love is forever», выйдет в свет уже в понедельник, 17 мая. Песня, написанная участниками «Мьюз» в этом году, была выбрана как заглавный сингл саундтрека к третьей части эпопеи о вампирах и оборотнях «Сага. Сумерки. Затмение». Напомню, что песни с предыдущих альбомов «Мьюз» уже входили в саундтреке к двум предыдущим частям нашумевшей саги. Напоминаю вам, что продолжается конкурс «Ничего не жалко» для Джеймса Хэтфилда. Друзья, надеюсь, все знают, что «Металлика» недавно посещала нашу столицу. Москва всегда встречала Джеймса с распростертыми объятиями. И особенно приятно то, что это всегда было взаимно. Однако репутация жителей России в лице мирового рок-сообщества оказалась слегка подмоченной. Перед репетицией в спорткомплексе «Олимпийский» музыканты отправились перекусить в один из ресторанов, где Джеймса обсчитали на 500 баксов. Мы понимаем, что лидер группы «Металлика» обеспеченный человек. Но согласитесь, сам факт обмана неприятен. Чтобы не ударить в грязь лицом, Первый Альтернативный предлагает вам принять участие в беспрецедентной акции. Что ты готов отдать, дабы воскресить в «Металлике» веру в хороших людей? Присылай нам на ящик вебсобакаа1tv.ru фотографии того, с чем тебе не жалко расстаться ради Джеймса Хэтфилда. Мы с ним свяжемся и предложим ему самому выбрать себе моральную компенсацию. А материальную сторону вопроса телеканал Первый Альтернативный берет на себя. Покажем широту и глубину русской души. Не будь свидетелем, стань участником. Три победителя получат ценные призы от «Металлика» и Первого Альтернативного. Далее смотри сюжет о приезде в Москву американской группы «Дир Хув». Группа «Дир Хув» из города Сан-Франциско, родины хиппи, на своих земляков-волосочей совсем не похожа. Они стоят особняком в музыкальном мире, который давно уже поделили на стиле, направление, течение и прочие бесполезные понятия. Музыка вообще очень странная штука. Зачем люди вообще занимаются музыкой? Она же не приносит ничего, она не может накормить, не может остановить войну. Я думаю, Йокоона не согласится с тобой. Да-да, вот она только и может поспорить. Она думает, что останавливала войны. А еще Йокоона совсем недавно сыграла концерт вместе с «Дир Хув». Это было просто нереально. Я раньше никогда не встречал ее вживую, и тут я встретил ее на сцене. Более того, я стою и играю с ней, и она смотрит на меня и улыбается. «Дир Хув» под предводительством безумного барабанщика Грега Санье ломают все привычные способы создания музыки. Некоторые вещи, которые делают животные, мне кажутся интересными. И у некоторых животных есть музыка. Конечно, когда впервые слышишь птиц, не воспринимаешь их пение как музыку. Это скорее их способ разговаривать, а не петь. Типа «О, летит огромный коршун, и он собирается съесть нас». Но я убежден, что граница между разговором, коммуникацией и музыкой не очевидна. Кроме любви к русским композиторам Стравинскому и Курехину, Дир Хув испытывают теплые чувства и еще кое-к чему русского происхождения. Я не ем мясо, но люблю семечки. И, возможно, ты первый человек в России, которого я встретил, и кто любит семечки. Все остальные говорят, что у вас их едят только качки и милиционеры. Я не очень спокойный человек. Мне всегда нужно двигаться. И все я делаю очень быстро, как вы сами можете видеть. Поэтому мне постоянно нужно что-то щелкать. Я люблю семечки в скорлупе, чтобы ее можно было разгрызать. И так я чувствую, что я постоянно занят. О, они, по-моему, до сих пор на моих зубах. Мы только что закончили тур в Японии, и знаете что? И нет семечки в Японии. Пока японские ученые не научились выращивать черные семечки, мы можем надеяться, что Дир Хув еще не раз приедут в Россию. Ну, хотя бы для того, чтобы пополнить свои запасы семечек. Далее смотри рубрику «Вебнутые Вэй Уан Ньюс». Здравствуйте, мальчики и девочки, и особенно те, кто еще не определился. С вами Миха, человек с самой фиговой дикцией на всем российском телевидении. Понимаете, многие ТВ-программы для усиления эффекта используют закадровый смех. Но мы пошли дальше. И теперь в «Вебнутых» вы сможете услышать закадровый плач, восхищенные возгласы или просто... Ну что ж, начнем? Как известно, общественные мнения – это мнения тех, кого не спрашивали. Меня тоже не спрашивали, но я не гордый, я сам все расскажу. Сегодня в «Вебнутых» я вам расскажу кое-что о налогах, покажу действительно хороший сайт для детей, также для всех любителей статистики и географии отличнейший ресурс, ну и кое-что интересненькое на закуску. Все прекрасно знают, что 2 августа – это день ВДВ. Но мало кто догадывается, что 1 ноября скромно празднует свой профессиональный праздник судебные приставы по всей России. Эту инфу я раскопал на сайте, который рассказывает о нелегкой жизни этих людей. Также на этом ресурсе можно узнать, по какому поводу эти добродушные слуги народа могут прийти к вам в гости. Обычно поводом для этого служат налоги, которые мы с вами обязаны, или я бы даже сказал, должны платить нашему государству. Так что будьте аккуратнее. Если за вашей душонкой водится несколько рублей долга перед государством, то вас еще могут и не выпустить из нашей великой и могучей страны. То есть помашите ручкой вашей визе. На сайте был создан сервис, благодаря которому можно узнать, сколько вы должны государству. На этой положительной ноте можно было бы и закончить. Но есть одно очень большое но, из которого все вытекает. Этот сервис, который должен нести счастье людям, уже несколько месяцев находится в тестовом режиме. И когда заработает в полную силу одному только приставу известный. В первом выпуске вебнутых я вам обещал рассказать про действительно хороший сайт для детей. Так вот, Ребза сказала, Ребза сделала. Детский портал ребзики.ру – это то, что нужно для того, чтобы утихомирить хоть на некоторое время любого ребенка. Да что там ребенка, как показывает практика, взрослые и сами с удовольствием готовы найти 10 отличий, раскрасить индейца и разложить пазл. Ну а для тех детей, кто постарше, предусмотрен чат. Ну что, Ребзя, айда в тубзик лампочки кокоти, Зыкинска будет. Не подумайте, что я большой поклонник географии, но в нашей рубрике опять сайт, связанный с этим предметом. Снова карты, но на этот раз интерактивные. То есть по различным показателям можно узнать, где больше всего нефти, где люди чаще умирают, у кого больше яиц, простите, пожалуйста, у кого сильнее вооружение. При этом та страна, где показатель выше, становится больше на карте. К примеру, я хочу узнать, в какой стране больше свиней. Это я о животных, между прочим. Сайт show.mappingworlds.com покажет, что это Китай, у которого 47,3% свиней всего мира. Удобно и понятно, а главное, занятно. Сайт постоянно развивается. К примеру, добавлен новый показатель. У кого больше фастфудов? Ну а дальше больше. Единственный минус заключается в том, что для этого портала нужно знание английского языка. Если это, конечно, для вас проблемы, мои френдсы. Следующий сайт лучше показать наглядно. Для этого мне нужно пройти на мое рабочее место. Многие люди, услышав интересную песню по ТВ или радио, не с первого раза запоминают название трека или исполнителя. И потом ходят, мучаются, пристают к друзьям с глупыми вопросами, и единственное, что могут, это напеть мотив. Так вот, избавить человечество от этих страданий был призван следующий ресурс. А говорю сразу и скажу, что в базе сайта присутствуют только зарубежные исполнители. Ну а чтобы найти нужный трек, достаточно простучать на клавиатуре «Ритм», заинтересовавший вас песней. И сайт выдаст список, песен которые подходят под то, что вы настучали. Каждую предложенную песню можно прослушать тут же. На слово «верить» — это себя не уважать. Поэтому давайте проверим. Первую песню, которую я выбрал для теста этого сайта, это будет «Металлика» и «Энтэ Сэдмон». Итак. Что скажет этот сайт, если я настучу ритм незабвенных бестибой с песня «You're gonna fight for your right» — «To party». Поехали. На-на-на-на. На-на-на. 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 Этот портал я протестировал уже вдоль и поперек. И могу сказать с уверенностью, что в 70% случаях этот портал показывает нужный или правильный трек. Ну что, друзья, на сегодня это все. С вами был бесценных слов Моты Транжира Миха. И помните, я как интернет люблю вас, но не всех. Пока! Первый летний уикенд 5 и 6 июня на аэродроме Тушино состоится крупнейший музыкальный фестиваль под открытым небом «Арена Драйв-2010». Событие, не имеющее аналогов. Время, когда скорость и музыка сливаются воедино. Момент, когда уровень адреналина достигает наивысшей точки, а эмоции зашкаливают. Хедлайнера фестиваля — группа Продиджи, по сей день собирающая многотысячные площадки и выпускающая платиновые диски. За 20-летнюю историю своего существования Продиджи были номинированы и собрали десятки музыкальных наград. На фестивале «Арена Драйв-2010» Продиджи выступит в рамках своего проекта «The Warriors Dance Festival». Остальные участники фестиваля — ATB, Маркус Шульц, Брайан Кросс, Глен Моррисон, Зоу Брэзил, Марк Оливер, Денис Эй, The Gove, Aura Sonic, Happy DiviGs и многие другие. Также все посетители фестиваля смогут насладиться захватывающим авто- и мото-шоу уникальными световыми, лазерными и перетехническими постановками. Итак, 5 и 6 июня — «Аэродром Тушино» — крупнейший музыкальный фестиваль под открытым небом Arena Drive 2010. Огромное спасибо студии Адам и Ева за предоставленную одежду от дизайнера Михаил Негрин. А также мое эфиопское спасибо сайту princesskimi.ru за предоставленные аксессуары. Вы смотрели большой выпуск A1 News. С вами была эфиопская принцесса Юкля. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова